Я рад вас всех приветствовать на нашем канале и сегодня по многочисленным просьбам наших подписчиков, комментаторов и людей, которые к нам обращались, мы все-таки снимем ремейк ролика Scout 5 против Scout 3 и покажем вам Scout Bossman на бездорожье, как заднеприводный классической компоновкой мотоцикл покажет себя вот с такой вот размягшей колье и грязи. Ролик будет не сильно длинный, но вы увидите в нем очень много. Ах да, мы находимся на лесозагодавительной такой вот территории небольшой, тут есть бревнышки упавшие, попробуем и посмотрим, как данный мотоцикл справится еще и с ними. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 питбайк на самом деле этот мотоцикл предназначен для немного других целей это все-таки пашня такие неспешные передвижения ну вот примерно как по этой дороге он очень хорошо себя показал вот прошу продемонстрировать дорогу если здесь ехать на питбайке то он будет постоянно рыскать будет искать где ему лучше проехать на боцмане такого нет то есть ты едешь прямо ничего тебя не смущает и вот эти лужи и ухабы тебя не страшат да и на самом деле здесь вот хотел сказать должное про этот амортизатор сначала он не показался немного слабеньким но на самом деле все удары все кочки он отрабатывал на все пять с плюсом то есть ход большой заднего колеса тебе очень удобно на нем передвигаться ну и хотел бы сказать что допустим таких багажных мест как на боцмане у питбайков у кроссовых мотоциклов нет то есть здесь внушительный передний багажник и вот такой задний багажник на который можно установить кофр положить туда поклажу и никакая грязь этой поклажи не страшно вкратце сиденье сиденье здесь можно установить и большое такое двухместное можно оставить вот такое небольшое но очень удобное сиденье то есть она мягкая широкая допустим на питбайке такого нет и вам приходится ехать постоянно стоя из-за этого ноги затекают устают здесь такого нет едешь и наслаждаешься природой самое главное по скауту bosman это техника для определенных задач если вы покупаете мотоцикл себе для неспешной езды по очень плохой или плохой дороге вам это лучше всего выбирать скаут bosman если же вы хотите гонять быстро ездить по грунтовке обычной то можете купить обычный питбайк можете взять скаут сафари маленький принципе тоже будет достаточно это же техника более серьезная для более серьезного бездорожья на этом будем заканчивать всем пока и до новых встреч удачи